Теперь рассмотрим векторные форматы. Они также бывают универсальными и оригинальными. Метафайлы поддерживаемые Windows векторные форматы. Это верный способ вставить векторное изображение в документы Microsoft Office. Они используются в интерфейсах программ, но каких-то других полезных применений за ними не замечено. Формат PAScript — это не только формат файла, это язык общения с принтером. И, кстати, не единственный. Например, есть PCL для бытовых принтеров или HPGL для плоттеров. В файлы PAS выводятся команды для печатающих устройств. Обычно мы посылаем документ на принтер, который подключен к компьютеру или находится в локальной сети. А если принтер где-то в другом месте, как быть? Вот для этого печатают файл. И для профессиональной техники это как раз файл PAScript. Любопытно бывает заглянуть внутрь. Векторное изображение там описано командами, а растровые вставлены бинарным кодом. Так принтер собирает изображение для его дальнейшего растрирования и отправки уже непосредственно на печать. А еще язык PAScript интересен тем, что при печати может подменять часть изображения, не меняя все остальное, что позволяет удобно печатать персонифицированные документы, если, конечно, поддерживается печатной машиной. Формат EPS — это разновидность PAScript. Он не привязан к конкретной печатной машине, но хранит только один лист. Может использоваться в качестве для обмена векторными изображениями между программами. На практике это хорошо работает между программами Adobe, чего не скажешь, например, о Corel. Векторные форматы до относительно недавнего времени не поддерживались в веб-среде. Это недоразумение исправил формат Scalable Vector Graphics. В названии даже заложено основное свойство векторной графики. Формат поддерживает анимацию, может отслеживать события на странице и поддерживать множество полезных функций, но также является открытым. По записи это формат текстовый. Там записаны функции и их параметры, и от этого он несколько избыточный. Файлы получаются неправдно большими. Это недоразумение устраняется в версии формата SVG-Z. Это такой же SVG, но сжатый архиватором zip. Правда, до сих пор встречаются проблемы его поддержки в различных программах. Стоит отметить, что основные браузеры и графические редакторы в современных версиях работают с SVG, и его можно безбоязненно использовать в интернет. Общеупотребимых векторных форматов не так много, поскольку, как отмечалось ранее, векторная графика обычно программно зависима. То, что у веба появился действительно поддерживаемый всеми браузерами и редакторами формат векторной графики, это уже большое достижение. Мы рассматривали VMF, он неплохо себя показывает в Windows на небольших композициях, но на платформе Mac он не работает. EPS так и остался профессиональным векторным форматом, наподобие TIFF в растровой графике. В свою очередь, каждое приложение имеет обычно свои форматы. Мы рассмотрим четыре наиболее популярных векторных пакета. Adobe Illustrator. Если Photoshop — это главный растровый редактор, то его сосед по пакету программ Adobe Illustrator — это наиболее популярный векторный редактор. Сразу замечу, что главный и наиболее популярный — это если говорить вообще. Действительно, эти программы достаточно универсальны и пригодны для широкого круга задач. Но, скажем, для рисования Photoshop — не самая подходящая программа. Да и для работы с фотографиями, как ни странно, тоже. Аналогичный и с Illustrator. Прекрасный инструмент для дизайнера, но из своего опыта могу сказать, что в допечатной подготовке технологичнее работать в CorelDRAW, хотя он не лишен недостатков. Формат Illustrator поддерживает хранение всего, с чем работает эта программа, то есть и растровая, и векторная графика там уживаются. Альтернативой Illustrator является CorelDRAW. С точки зрения форматов файлов, тут отличий мало. Они жестко привязаны к каждой своей программе, их можно импортировать, но тут традиционно Corel показывает большую гибкость. Он может импортировать и экспортировать в формат AI, а Illustrator про формат Corel не в курсе. Corel изначально поддерживал многостраничные документы, для Illustrator это относительно новая возможность. Главное, что нужно помнить про эти форматы, их версионная совместимость, точнее несовместимость. Файлы Corel на протяжении всей своей истории упорно несовместимы с предыдущими версиями своего редактора. То есть, сохранив файл в Corel версии X6, вы не сможете его открыть в версии X5, даже если в этом файле нарисовали один квадратик. Illustrator тоже запрашивает версию при сохранении. Формат CMX используется в клипартах, библиотеках векторных изображений CorelDRAW. Следующей программой, внесшей значительный вклад в компьютерную графику, является Adobe Flash, в прошлом Macromedia Flash. Это векторная графика и анимация, причем формат редактора FLA исключительно рабочий. Чтобы посмотреть результат, нужно создать файл .svf, он уже помещается на сайте. С конца 90-х и примерно до 2011 года Flash имел множество применений и порой неочевидных. Начиналось все с анимированных векторных кнопочек на сайтах, а выросло в целый веер направлений, вплоть до интернет-телевещания и программирования на языке ActionScript. Однако мобильные платформы погубили Flash, и он перестал поддерживаться на основных системах и стремительно потерял популярность, хотя адекватная замена ему нашлась далеко не во всех областях применения. И последний в нашем обзоре формат — это Autodesk AutoCAD Drawing. И программа, и формат долгожителей мира компьютерной графики. AutoCAD, строго говоря, трехмерная программа, но его формат обычно поддерживается в двухмерной графике и импортируется основными редакторами. Без нужды с ним нет смысла связываться, но часто бывает, что либо просят предоставить материалы в DWG, либо присылают их в DWG. Но здесь особых проблем нет, вы можете либо открыть, либо экспортировать их в Corel.